17 февраля Московский районный суд города Твери удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 15 апреля включительно в отношении советника главы администрации Твери Владимира Рейнова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам у ФСБ России по Тверской области. Ходатайство стороны защиты об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без удовлетворения. Торжокским межрайным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего. Об этом жутком случае мы рассказывали накануне. По версии следствия, утром 17 февраля в доме по улице Дзержинского города Торжка 31-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял на руки 5-летнего сына и бросил его с балкона. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома, получив ушиб шеи. По версии следствия, 17 февраля в утреннее время 31-летний мужчина, проживающий в квартире, расположен на третьем этаже дома по улице Дзержинского города Торжка, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки находящегося заведомо для него в беспомощном состоянии 5-летнего сына и бросил его с балкона. Однако преступные действия, направленные на лишение жизни малолетнего, не были, мужчины, доведены до конца по независимым от него обстоятельствам, поскольку ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже вышеуказанного дома, получив ушиб в области шеи. Следователями и криминалистами Регионального следственного комитета России, сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия. 31-летний мужчина задержан, допрошен, последнему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Назначено проведение ряда экспертиз. Следователям Следственного комитета и сотрудниками полиции проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отдел по делам несовершеннолетних и Центр социальной поддержки населения города Торжок и Торжокского района Тверской области направлена информация о совершенном преступлении с целью проверки социально-бытовых условий семьи и постановки последних на соответствующие учеты. Кроме этого, следователями будет инициирован вопрос перед уполномоченными органами о лишении родительских прав отца-мальчика. Расследование уголовного дела продолжается. 18 февраля в Кашинском районе Тверской области побывали сотрудники и ветераны отдела ФСБ по Тверскому гарнизону. Они отдали дань памяти легендарному чекисту Артуру Артузову. Артур Христианович Артузов, настоящая фамилия Фраучи, родился 18 февраля 1891 года в селе Устиного Кашинского уезда Тверской губернии в семье Сыровара. Прошел обучение в Кашинской гимназии. В 1920 году Артузов назначен заместителем начальника особого отдела, затем начальником контрразведывательного отдела, заместителем начальника секретно-оперативного управления ОГПУ. За время работы в ОГБ Артузов провел уникальные операции, такие как Синдикат-2 и Трест, которые до сих пор используются при обучении современных сотрудников органов безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова